Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. И сегодня видео будет посвящено, возможно ли такое, что забрать деньги у всех богатых, раздать всем в равных частях. Государство, страна, экономика была справедливой. И все, что наворовали, прихватизировали, все это изъять в пользу государства и распределить в пользу всего населения нашей страны. Или вообще во всем мире. Во всем мире давайте мы возьмем такой широкий масштаб. Что будет, если у всех богатых забрать их капитал, сложить в общий котел и всем раздать деньги в равных частях. То есть будет ли в этом случае ликвидировано неравенство? Каким образом себя в этом случае будут вести бедные люди? Каким образом будут вести богатые? И вернется ли опять все на круги своя? Смотрите обязательно данное видео до конца. Я в нем делюсь исключительно своим мнением. И для себя вы можете принять определенные решения, что вам не нужно ждать или требовать вот этой всеобщей справедливости для того, чтобы богатеть в современной экономике, в современном мире. Но мы движемся дальше. Получает деньги и за деньги он что-то покупает. Телевизор, квартиру, машину. Его жизненная философия. Я продаю свое время, чтобы что-то купить. Если взять капиталиста, владельца капиталом, то есть что он делает? У него есть капитал. Он за этот капитал покупает природные ресурсы, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы. Создает товар с потребительской ценностью и продает его. Соответственно, у него есть деньги, на которые он покупает ресурсы и продает с прибавочной стоимостью. И вырученные деньги опять идет по кругу. То есть он, соответственно, покупает, чтобы продать. Для себя лично я вижу, для своей семьи больше делать такой возможности, чтобы они становились капиталистами, чтобы они становились акционерами собственных предприятий, где как раз-таки вот этот производственный процесс и налажен. То есть у меня детям 11, 9, 6, 2 года и 7 месяцев. И всех у них, да, есть уже акции определенных компаний. И несмотря на то, что они сейчас ходят в школу и особо ничего не делают, они еще ничего не продают, ничего не покупают. Но при этом есть определенный капитал, определенные акции, в которых происходит ситуация, связанная с тем, что они сейчас уже в своем возрасте покупают, чтобы продать. Покупают время сотрудников Сбербанка, Газпрома, Аэрофлота, НМТП и других компаний, которые на них, по сути, работают, как на акционеров. Представим себе, да, что что-то такое произошло, возникло государство всеобщего благоденствия. У всех богатых отобрали денег, собрали это в единый котел. И в рамках этого единого котла все перераспределили согласно количеству людей на планете, которые живут. И опять, есть люди, которые продают, чтобы купить, они совершают действие, ключевое, заключительное действие, чтобы купить. То есть, когда мы перераспределим условный вот этот вот капитал между всеми, люди бедные, которые работали по найму, которые не учились, да. То есть, они даже, когда получат эти деньги, они их куда направят? Они их направят на покупку средств производства, они будут открывать бизнесы, они будут что-то организовывать, создавая для других людей какую-то ценность, чтобы продать. Или они будут покупать. Они же все равно тогда побегут куда? Они побегут покупать машины, телефоны. То есть, они даже если эти деньги получат, то они в конечном счете, конечная их цель, им деньги для чего нужны, чтобы купить. И, соответственно, они снова кинутся для того, чтобы покупать. И будут покупать. Но кто-то же должен продать. И даже то малое количество денег, которое останется у богатых, они все равно их направят на то, чтобы удовлетворить эту громадную выросшую потребность. Потому что у них ключевая цель не купить, а продать. То есть, они будут смотреть, где будет наибольший спрос, что покупают. И они свои небольшие деньги, маленькие сначала, да, они опять будут направлять на покупку средств производства, опять на организацию какого-то производства. Что будут удовлетворить эти резко выросшие потребности. И опять пройдет какой-то промежуток времени, и мы придем к тому же самому. Потому что у бедных опять в итоге деньги закончатся. Да, у них будет квартира, у них будет машина. Но опять-таки, в конечном счете, вот этот капитал, который перераспределен, он снова перетечет в те же самые руки. И просто мы запустим вот эту вот спираль по новой. И суть в том, что вот это вот государство всеобщего благодетствия, оно произойдет не тогда, когда у всех забрать, у олигархов, у богатых и всем раздать. А когда в головах сменится парадигма, да, то есть, что-то непосредственно создаешь. И в этом случае не нужно ждать того, что давайте там у всех богатых отберем, да, и бедным раздадим. В этом случае нужно подумать, а я что могу продавать? Вот прямо сейчас, помимо времени, что я могу продавать? Какие у меня есть знания, какая у меня есть экспертиза, да, какую ценность я представляю? Какой продукт я могу для других людей создать, чтобы удовлетворить их потребности? И не нужно в этом случае никакого перераспределения, деньги сами к тебе будут приходить. Что ж, друзья, мы сейчас, соответственно, поговорили о том, каким образом я вижу, может быть, достигнуто или не достигнуто всеобщее равноправие в финансах в первую очередь. Напишите обязательно в комментарии, к кому вы относитесь, то есть, вы являетесь человеком, который продает, вы являетесь человеком, который покупает. Я говорю о том, что сейчас для себя, для своих детей я стараюсь быть вот именно капиталистом, я стараюсь покупать, чтобы продавать. Я это делаю для своих детей, реализую для своих детей. Если вы точно так же считаете, что вы хотите начать свой путь непростой, вкладывая всего лишь 8 долларов в день на подобного рода инвестиции, у меня есть проект «Миллион долларов за 8 долларов в день». Проект реализуется для моих пятерых детей. Узнать более подробно, что это, как это работает, зачем я это делаю, вы можете на бесплатном мастер-классе. Ссылочка внизу, проходите, смотрите, возможно для вас это будет тоже хорошая история, чтобы прямо сейчас сделать первый шаг на пути, связанных с тем, чтобы стать богатым человеком. У меня сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok